Журналисты, зрители прямой трансляции, Одесский кризисный медиа-центр начинает свою работу. Тема первого брифинга. Одесские бодибилдеры и волонтеры объединились для помощи раненому в зоне АТО Одесситу. Брифинг проведут Игорь Торбан, президент Федерации бодибилдинга Одесской области, и Максим Максименко, активист волонтерского движения «Спильном этапе». Добрый день. Меня зовут Игорь Торбан. Я президент Федерации бодибилдинга Одесской области. Скажу пару слов о нашей федерации и о нашей совместной инициативе с благотворительной организацией «Спильном этапе». Наша организация достаточно молодая, образовалась год назад. О моей инициативе и инициативе моих коллег, которым не безразлична была ситуация бодибилдинга и нашего вида спорта в целом в Одесском регионе. Мы пришли на смену существующей организации, которая всячески понизила уровень нашего вида спорта в Одесском регионе. И я, и многие люди, которые заинтересованы были в развитии нашего вида спорта, мы организовали инициативную группу, которая направила обращение в Национальную федерацию бодибилдинга и фитнеса Украины. И тем самым нам дали право исключительно на представление нашего вида спорта в Одесском регионе, развитие его и проведение различного рода мероприятий, соревнований и так далее. За столь короткий период времени мы достигли достаточно больших результатов. Был проведен чемпионат Одесской области по бодибилдингу осенью прошлого года. Достаточно успешно, большое количество спортсменов приняло в нем участие. Также наша организация создала учебный центр, в котором любой желающий может получить образование в качестве инструктора тренажерного зала. Так как у нас на рынке фитнес-клуб достаточно низкий уровень тренеров, инструкторов и так далее. На данный момент завтра в Доме культуры Политеха придут соревнования на открытый Кубок Одесской области по бодибилдингу и фитнесу 2015 года. Мы, я и наша команда являемся людьми такими, которые не безразличны к всей ситуации, которая сложилась у нас в стране. И, соответственно, у нас возникла такая инициатива поспособствовать как-то, помочь ребятам, которые свои жизни и усилия тратят на то, чтобы обеспечить нашей стране жизнь независимую ни от кого и счастливую. Поэтому мы решили с благотворительной организацией «Спильный мета» поставить волонтерские столы и людей, которые смогут собрать помощь для военнослужащих. А также лично мы решили внести свой вклад в развитие тем, что мы перечислим определенную сумму денег одному из ребят, который является нашим знакомым и который пострадал в зоне АТО. Поэтому мы хотим, чтобы конкретно кому-то была направлена данная помощь, потому что мы тоже как бы общественная организация, у нас мы не обладаем большим количеством средств, но какую-то помощь мы хотим нести, потому что понимаем, что эта инициатива очень нужна сейчас в нашей стране и хотим нести какую-то лепту в это благородное дело. Я передам слово Максиму, он более подобное скажет в нашей инициативе. Спасибо. Доброго дня. Меня зовут Максименко Максим. Я активист волонтерского руху «Спільная мета». Для начала я хотел бы благодарить Одесской Федерации бодибилдингу за то, что они отглупнулись и сами проявили инициативу в такой полезной деятельности, как помощь у раненых в зоне АТО. Хотел бы немного рассказать, безусловно, про Олексю, которому будет надана допомога на завтрашнем заходе. Олексій Витовченко, одессит, був мобилизованный серпня 2014-го и после двух месяцев тренувания на полигоне «Широкий Лан» отправленный на выполнение боевых задач в Донецке, где 29 сечня получил ранение под обстрелом Градана. В него была поранена верхняя третина левого бедра и, власне, ему... Ну, он лишился ноги после этого поранена. Одразу он был отправлен в лекарню Меченкова в Днепропетровску, потом, после первой помощи, направленный уже в Киев и сейчас проходил в Киеве реабилитацию. А дивлячись на это все, мы понимаем, что у него очень сложное финансовое становление, тем больше, сейчас его дружина вагетна, они ждут донечку и дружина лежит в половом доме. И было решено разом с Донецкой Федерацией хобби-билдинговым допомогти Алексею в материале. А каким образом мы будем собирать помощь? Мы будем представлять свою продукцию таким чином, как спульная мета занимается постоянно. На заходе будет реализована наша продукция, кошти из якої, все кошти пидут на допомогу материального Алексея. Плюс, кто не хочет купить нашу продукцию, но имеет возможность помочь так материально, может это сделать безусловно. Так что завтра вы можете приходить и помогать. Власне, таким способом мы уже собрали для зоны АТО гроши на три автомобиля, которые были удачно отправлены на фронт, за битой монетарной помощи. Поэтому мы верим, что Алексею мы сможем помогать. Можу сразу сказать номер картки, безусловно Алексея, чтобы люди зацикавлены уже могли, не ждать завтра дня, помогать. Картка Приватбанка. 51, 68, 75, 72, 80, 37, 11, 49. Алексей Литовченко. Очень спасибо. Алексей Литовченко. Алексей Литовченко. Скажи, пожалуйста, как вам нужны деньги? Какая сумма нужна? Сумма нужна? Думаю, что очень большая. Потому что он сейчас проходит реабилитацию, ему нужны протез, хотя ему уже обещают, что его поставят. Но мы сами знаем, что это очень долгий и очень финансово затратный момент. И государство не может в полной мере вилековать, чтобы помочь ей пораненому. По-друге, маленькая дитина, сейчас родится, дружина в пологовом будинку. Мы знаем, какие бывают курьезы подчас пологового складнения и тому подобное. То есть, деньги никогда не будут займены. Дуже дорогие детские харчевания, сейчас очень дорогие обслуживания лекарей. Поэтому, поскольку мы не маем возможности обеспечить всем и всем, дать миллион гривен и сказать «Ну все, дружио, от тебе займайся далеко своей семьей». А то мы будем спрямовывать нашу помощь ему посередине на необходимые вещи. Треба дитящее харчевание, а будет дитящее харчевание таким чином. Дякую. Можете на вопросы до Игоря? Так. Скажите, пожалуйста, каким чином будут отбиваться смаганья, ну вот придут люди, что они побачат, расскажите, что лише. Соревнования пройдут у нас в ДК Политеха, открытый кубок Одесской области по воде бюлдингу. Соберется достаточно большого количества спортсменов, а также зрителей. На соревнованиях будет проведен отбор спортсменов на чемпионат Украины, который будет проведен в городе Ивана Томаховск. Мы решили организовать данное мероприятие с Максимом, собрать средства непосредственно люди придут на соревнования. Я думаю, что есть небезразличные люди в наше время, которые могут чем-то помочь своими какими-то средствами. И также непосредственно наша федерация, мы, посовещавшись с исполковым, приняли решение передать часть средств с продажей каждого билета фонд данному человеку. Повторите четыре раза у КО3 и адрес. Соревнования будут проведены 18 апреля. Начало соревнования в 14.00 в ДК Политеха город Одесса.